Всем привет! Прямо сейчас проходят волны ДВИ, дополнительного вступительного испытания в МГУ. И в одной из волн была вот такая задача, весьма неожиданная для второго места. Нужно найти сумму всех натуральных чисел n, для которых выражение n² плюс 7n плюс 1 является квадратом. Давайте разберемся, как решать такую задачу, тем более, что для Олимпиад это тоже может быть полезно. Она могла испугать ребят, но если вы знакомы с традиционным методом клавян между квадратами, то такая задача не вызовет никаких проблем. Давайте разбираться. Давайте вообще прикинем, какие квадраты мы знаем, которые находятся рядом с этим числом. Ну, например, n². Ну, очевидно, что n² сильно меньше данного числа. У нас n натуральный, это число точно больше. Так, следующий вариант это n плюс 1 в квадрате. Это n² плюс 2n плюс 1. Ну, я могу смело заявить, что данное число все-таки будет больше. Потому что тут 7n, а тут только 2n. Так как n натуральное, то есть строго больше нуля, мы делаем вывод, что это меньше, чем n² плюс 7n плюс 1. Так, разбираемся дальше. Какие у нас есть еще квадраты рядышком. n плюс 2 в квадрате это уже n² плюс 4n плюс 4. И вот непонятно, какой из чисел больше, да? При каких-то n это число больше, при каких-то, наоборот, вот это. Будем разбираться. Так, давайте еще следующий квадрат n плюс 3 в квадрате запишем. Это n² плюс 6n плюс 9. Тоже непонятно, что больше. При разных n может быть по-разному. Наконец, n плюс 4 в квадрате это уже n² плюс 8n плюс 16. И уже это число точно больше, чем n² плюс 7n плюс 1. То есть я могу написать вот такое неравенство, что данное число строго меньше, чем n² плюс 8n плюс 16. В свою очередь это равно n плюс 4 в квадрате. Итак, ребят, произошел он самый зажим между квадратами. У нас выражение n² плюс 7n плюс 1 оказалось зажато между двумя квадратами. n плюс 1 в квадрате и n плюс 4 в квадрате. Поэтому это и называется славянский зажим между квадратами. Каким теперь квадратом может быть число n² плюс 7n плюс 1? Много ли вы знаете квадратов между n плюс 1 квадрат и n плюс 4 квадрат? Ну, там, например, между 5 квадрат и 8 квадрат. Ну, только 6 квадрат и 7 квадрат. То есть тут могут быть квадратами только числа n плюс 2 квадрат и n плюс 3 квадрат. Значит, у нас есть первый вариант, когда n² плюс 7n плюс 1 равно n плюс 2 в квадрате. И второй вариант, когда n² плюс 7n плюс 1 равно n плюс 3 в квадрате. Других вариантов нет. Других квадратов между n плюс 1 квадрат и n плюс 4 квадрат просто не существует. Осталось разобрать два случая, решить даже не квадратные уравнения, потому что n² сокращается. Значит, здесь у нас получается n² плюс 7n плюс 1 равно n² плюс 4n плюс 4. Решаем это уравнение, получаем, что 3n равно 3, то есть n равно 1. Можно даже не подставлять, проверку не делать, потому что раз у нас получилось решение данного уравнения, все здесь преобразования были равносильны, то действительно данное выражение является квадратом. Ну, можно и подставить, получается действительно 9 равно 3 в квадрате. Да, подходит. И второй случай вот здесь. n² плюс 7n плюс 1 у нас должно равняться n² плюс 6n плюс 9. Так, что получается? Сокращаем, слева остается n, справа остается восьмерка. Ну, все, значит, это еще одно решение. n равно восьмерке. Можно на всякий случай подставить, убедиться, вдруг мы где-то обсчитались. 64 плюс 56, 64 плюс 56 и плюс 1 является ли это число квадратом? Да, это 121. Это квадрат числа 11. Ну, соответственно, нам нужно найти сумму всех натуральных n, при которых данное выражение является квадратом. То есть ответом по итогу будет сумма 1 плюс 8. Ответ 9. В общем, ребят, познакомились с новым секретным методом. Никому ни слова. Славянский зажим между квадратами работает и позволяет решать некоторые уравнения в целых числах. Подписывайтесь на канал и узнайте еще больше секретных методов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...